Девушки отдыхают Добрый день, меня зовут Фомин Петр Валерьевич. Мне 26 лет, я являюсь главой крестьянского фермерского хозяйства. Следующий слайд. В 2018 году я принял решение переехать из города в сельскую местность. Я являюсь потомственным пчеловодом, до 24 лет помогал семье на пасеке. Поэтому при переезде на родину у меня уже была четкая цель расти и развиваться в этом направлении и вывести его на новый уровень. Следующий слайд. Хочется отметить, что конкурентным преимуществом фермерского хозяйства является то, что из любительской пасеки было создано челохозяйством. Конкретно я объединил пасеки родственников. Следующий слайд. Зарегистрировался в налоговой и ветстанции, получил пасек к пасеке, оформил декларацию на мед. Также был продуман стиль, то есть метод работы. Распределились обязанности так, чтобы каждый занимался своим делом. Следующий слайд. С помощью слаженной работы мы смогли снизить себестоимость меда, что нам в дальнейшем позволило предоставлять организациям и предприятиям мед по определенной цене. Следующий слайд. В предыдущем году существование крестьянско-фермерского хозяйства было сработано 252 тысячи рублей, а уже на второй год существования хозяйства заработок составил 966 тысяч. Можно сказать, что в первый год с учетом вложения прибыли от пчелохозяйства практически не было, зато во второй год существования пчелохозяйства моя прибыль выросла в несколько раз. Этому способствует то, что я освоил метод разведения пчелосемей, применил свой опыт работы на пасеке и нашел потенциальных покупателей, что позволило существенно сэкономить и при этом увеличить численность пчелосемей, соответственно, получив больше меда. Также при работе в пчелохозяйстве я не применяю антибиотики и химические добавки. Следующий слайд. Немаловажным для моего общего хозяйства является то, что она расположена на территории Нижнехоперского природного парка. Следующий слайд. Где потрясающая природа с лесами и медоносными травмами, вдали от вредных производств и больших городов. Следующий слайд. В начале своего пути я сразу сотрудничал только с одной кондитерской в город Валарат. Со временем их количество взросло. Присоединился в город Воронич и Санкт-Петербург. Следующий слайд. Тем самым за два года я смог расширить географию поставок качественного меда от Волгограда до Санкт-Петербурга. Следующий слайд. В дальнейшем продолжается расширять клиентскую базу, увеличить пчелохозяйство, создать рабочие места в сельской местности и привлечь молодых специалистов. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Александр Ульянов. Я председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива Волгоградской заготовительной конторы. Наш кооператив создан фермерами с целью удовлетворения совместных потребностей в закупке и избытии урожая. На сегодня нами заключены торговые контракты с федеральными сетями. И мы целенаправленно и сообща продаем свою продукцию в эти магазины. Тут вы видите наше поле. У меня. Следующий слайд. У нас профессионал на луковом рынке. Это наш лук, который мы очень любим. Мы занимаемся ему уже на протяжении 15 лет. Лук это наша стратегическая позиция. Мы постоянно, каждый год им занимаемся. Это как наш ребенок. Также мы выращиваем арбузы, помидоры. Вот вы видите арбузы. Это летний вариант, когда уже уборка арбузов идет. Это сложные в бурт для погрузки. Готовая продукция. Тосень хороша не только в селе Михайловском, в знаменитых местах Пушкина. У нас она тоже очень хороша. Здесь на слайдах вы видите справа внизу лук, который лежит в поле. Потом зафасованные мешки слева. И уже справа вверху готовы к отгрузке на магазины. Также наши фермеры выращивают перец болгарский, помидоры, арбузы. Вот это все наша продукция. Навальное хранение это передовая технология сегодня в луке. Поэтому мы построили ангары для хранения лука. Самосвалами привозим в бурту укладчик. Вот красный стоит, на фотографиях видно. И дальше конвейерами загружаем на высоту 4 метров. Дальше включаем режим и лук хранится в идеальных для него условиях. Это наши склады по упаковке фасовки на магазины. В 2017 году мы выиграли грант на развитие материально-технической базы кооператива. И установили фасовочный цех. На правой картинке вы видите наш фасовочный цех, на котором мы моем и фасуем корнеплоды. Также мы косим сено. Ну и естественно обязательно фотографируемся. Ну и кооператив это объединение фермеров. Так как это объединение фермеров, то мы вместе ездим отдыхать. Мы все сноубордисты наши фермеры. Мы получаем удовольствие не только от работы, но и от общения между собой в неформальной обстановке. Это наш инстаграм. Мы с МПК ВЗК всех приглашаем к нам. Если хотите провести время весело, то заходите к нам, подключайтесь, пишите. Мы с удовольствием примем вас в нашу дружную команду сноубордистов. Спасибо, уважаемые жюри. Доклад окончил. Ульянов Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова